Дофамин это ключ к вашей мотивации и энергии. В этом видео вы узнаете, как управлять этим гормоном и как всегда чувствовать себя полным энергии и мотивации. Поехали! Как же работает дофамин? Что ж, разберемся в работе дофамина. Это нейромедиатор, передающий сигналы между нервными клетками мозга. Он работает в системе вознаграждений. Это нервная структура, которая отвечает за стимулирование желания, удовлетворение и усиление. Очень простой пример, как это работает. Вы любите шоколад, вам сильно его захотелось. Представляете этот вкус и уже не можете дождаться, когда откусите кусочек. Когда вы наконец едите шоколад и выполняете действия с удовольствием. В этот момент мозг производит дофамин. Если вы хотели съесть шоколадный батончик и мечтали об этом весь день, а пришли домой и не нашли его, возникает разочарование. В этот момент уровень дофамина сильно снижается, ведь мозг принимает сигналы о неудовлетворении. В этот момент появляется потребность выровнять снизившийся уровень дофамина. И вы испытываете желание съесть двойную порцию шоколада. Вот как работает гормон счастья в шоколаде и других продуктах. Однако существует список продуктов, которые действительно содержат микроэлементы, способствующие выработке серотонина и других веществ, усиливающих уровень радости. Но все по порядку. Вместо шоколада можете представить все что угодно. Хотите выпить кофейку? Хотите залипнуть в тиктоке или выпить кока-колы? Каждый раз, когда вы ожидаете или чувствуете удовольствие, вы тратите запасы своего дофамина. Каждый должен знать, что влияние дофамина на организм зависит от его базового уровня, то есть от того количества дофамина, которое циркулирует в мозге и теле постоянно. Этот уровень влияет на то, как человек чувствует себя в целом, имеет хорошее настроение и достаточной энергии и мотивации. Каждый человек индивидуален, поэтому у всех разные исходы уровень дофамина. Это может быть даже на генетическом уровне. Можно заметить, что с детства одни люди более амбициозные и мотивированные, а другие более спокойные, менее возбудимые. Как дофамин влияет на мотивацию? Гормон счастья влияет на вашу мотивацию. Мозг понимает, если человек выполняет действия, которые доставляют удовольствие, возрастает уровень дофамина. Растет он по-разному, может увеличиваться вдвое, а может и в 8 раз. Чем больше растет уровень дофамина, тем больше мотивации у человека выполнять определенные задачи. Заниматься спортом, есть шоколад, купить новую вещь и так далее. Также здесь работает фактор вознаграждения. Когда мы говорим о том, что нам нравится, думаем об испытанном удовольствии. Этот дополнительный фактор вознаграждения оказывает сильное влияние на выработку дофамина. Впрочем, если думать об отдельном аспекте физических нагрузок, которые нравятся, то это может помочь получать удовольствие от деятельности. Например, вы не очень любите бегать, но вам нравится слушать музыку в это время. Также стоит поговорить о стороне вознаграждения, которое не работает. Например, вы ненавидите бег, но знаете, что после каждой тренировки будете есть любимый торт. В этом случае вознаграждение не будет мотивировать заниматься спортом, а наоборот может даже мешать выбросу дофамина. Но во всем этом есть обратная сторона медали. Как бы мы не кайфовали и не наслаждались каждый раз, у нас есть своеродный откат, эмоциональный спад. Почему появляется грусть после удовольствия? Некоторые вещества и действия вызывают резкие скачки дофамина. Он превышает базовый уровень. Эти скачки называют фазовыми выбросами. Но после резкого выброса уровень дофамина падает, и не просто до базового уровня, а даже ниже. Еще следует учитывать, что уровень мотивации и самочувствия зависит от соотношения текущего и предыдущего уровня дофамина. Лучший способ повысить уровень дофамина надолго – оптимизировать соотношение базового уровня и фазовых выбросов. Так неужели дофамин – это зависимость? Дофамин производится в мозгу, когда мы выполняем любые действия, доставляющие удовольствие. Это может быть даже элементарное пролистывание ленты в социальных сетях. Поэтому сейчас люди стали зависимы от смартфонов и интернета. Есть вещи, которые быстро и временно повышают уровень дофамина. Шоколад, например, повышает базовый уровень дофамина в полтора раза. Оно проходит за несколько минут. Секс, например, и сам половой акт увеличивает дофамин вдвое выше базового уровня. Никотин имеет кратковременный эффект, увеличивающий дофамин в два с половиной раза. Как же нормализовать уровень дофамина, чтобы не вызывать зависимость? Все должно быть сбалансировано. Питание, физические упражнения, хобби и так далее. Для здорового счастья нужно уменьшить дешевые ежедневные удовольствия, заменяя их целевой деятельностью. То есть компьютерные игры, сладости, употребление алкоголя лучше заменить. Например, изучение иностранного языка. Иметь здоровый сон. Недосыпание катастрофически влияет на чувствительность дофаминовых рецепторов. Прогулка на свежем воздухе. Такие прогулки, особенно вечером, могут наладить правильный синтез мелатонина, что обеспечивает человеку быстрое засыпание. Можно начать заниматься музыкой и игрой на разных инструментах. Поддерживать качественные социальные контакты в течение всего дня. Разделять большую цель на маленькие шаги. И тщательно отслеживать свой успех на каждом шаге. Это поможет образованию дофамина. Без катастрофического понижения чувствительности рецепторов. Все просто. Если вы испытываете удовольствие, то тратите свой дофамин. Испытали большое удовольствие, то затем стоит ожидать большой откат. В эмоциональном плане. Именно поэтому тиктоки и соцсети это бесполезная выкачка вашей энергии. Которую вы могли направить в полезное русло. К тому же тиктоки вовсе негативно влияют на ваш организм. А вот как именно смотрите вот в этом ролике. Подписывайтесь и до скорого друзья. Подписывайтесь и до новых встреч.